Доброе утро, друзья, вот и наступило Рождество. Мне сейчас нужно достать подарки, которые Алина подготовила Насте и нам всем. Смотрите, какие красивые. Я, насколько понимаю, вот это Настя, а это родители. А мой, она потом сказала даст, когда мы будем вместе обмениваться. Учитель моего созвища. Дай зрись. Что-то возовое. О-оу. Что это? Папа, пони! Кукувал! Кукувал! Смотрите! Какие морозы? Еще! Папа! Даню, я помогу. Какие? Морские! Это не морские, это юникор. Сережки! А Данюльке покажи. Выходной, выходным, а работа по расписанию. У меня осталось лишние полчаса. И я решил, почему бы не сделать вам заказы, потому что за ночь налетело довольно-таки много. Вот. Так что работаем в любую свободную минуту. Свой бизнес, это когда у вас нет выходных. Я это понял с Ютубом еще давно, а сейчас вдвойне. В общем-то, уже чуть-чуть с вами опаздываем. Смотрел на часы. Я сейчас истырил вчера Дима. У меня полный багажник подарков. У Алины же 5 братьев и сестер. Не включая ее. Итого, по-моему, 6 детей. Правильно. Главный подарок подарил вчера. Но цветы. Цветы были дома. Купил синие розы. Вот Алине от мамы подарок. Короче, полный фул. Родители в целом оказались солидарными касаемо подарков. Я подарил им конверт с деньгами. Они мне подарили новый кошелек с деньгами. В общем-то, когда у меня спросили, что я хочу, я сказал, что я не знаю. Потому что все, что я хотел, я уже купил. А все, что я еще хочу, это мне надо уже самому зарабатывать. Там, знаете, Тесла, яхта, дом-то такое. Я вот по улицам еду, проезжают какие-то единичные машины. В целом вообще никого. У американцев Новый год это больше так потусить. А именно Рождество они все проводят с семьей, дома. Поэтому, я думаю, сейчас все сидят, хавают что-то, но не оливье, я предполагаю. Все закрыто, ничего не работает. И что делать? Правильно сидеть с семьей, чилить, не знаю, в настольные игры играть. А лучший подарок от вас за сегодня это 25 заказанных стикеров. Да, мне предстоит много работы, но тем не менее, зато вы получите кастомную наклейку. Happy birthday, dear Alina. Happy birthday to you. Время празднования оказалось, что у Беки есть накладка для карточки от главных конкурентов. Чтобы вы понимали, у них цены дороже, чем у меня, прикиньте. И, во-первых, посмотрите, как она у них приходит. Вот эта вот штука, она вырезанная, но вам нужно ее рукой выдавить. У меня она приходит в файлике уже без этого. И главный минус, что клиент, когда открывает эту штуку, он может оторвать окошко. Вот мы типа оторвали, у меня она уже приходит так красиво вырезана. И вы посмотрите, как здесь вот криво вырезан чип. То есть оно будет обходить. Я даже сделал фотку у Беки, оно вокруг огибает. Смотрите, то есть там заусенцы, будет видно то, что идет вокруг карты. Я даже у Беки сделал фотку, я думал, у них все будет гораздо лучшего качества. Может, у них настройки протора такие, может, нет. А теперь смотрите, как ровно это у нас. Насколько ровный вырез, потому что я очень запаривался над тем, чтобы шаблон был ровный. Вы посмотрите, как само окошко красиво вырезано, как сам чип, и он ни капли просто не задевает то, что больше чипа. Идеально оно вот огибает чип, ни капли не задевает. И как вы видели фотку у Беки. То есть у нас даже качество лучше, чем у них. Чем мы можем гордиться? И цена дешевле. Можем выйти и стать первыми на рынке. Конечно, разочарован я в конкурентах, разочарован. Не капает? Вот. Так что так бампером черканул, аж ай, как неприятно, я вам скажу. В общем-то, днюху отпраздновали. Всем рождественские подарки понравились. Ай, я же вам не сказал, что мне Алина подарила. Что самое интересное, Дима знал. И они оба со вчерашнего дня меня еще стебали нормально. Я, когда Диме сказал, что я дарю Apple Watch, он такой, ну не знаю, твой подарок до Алиныного не дотягивает. Потом я Алине, когда вчера ночью дарю подарок, она говорит, мой подарок, конечно, не настолько прикольный, как твой. Чтобы вы понимали, они даже списались, чтобы Дима взял, померил мои Apple Watch. Я не знаю, договорились или нет, что он уехал с ними домой вчера. Вы помните, что я ему дал померить, он мне их так и не отдал. То есть он где-то катается с моими Apple Watch. И угадайте, что мне подарила Алина? Какое волшебное совпадение. Я подарил ей Apple Watch, а она мне подарила тоже последний Apple Watch. Она говорит, я долго думала, что тебе подарить, потом вспомнила, что у тебя пятая. Ты типа каждый год обновляешь, в этом не обновил. И подарила мне тоже последний Apple Watch. В общем-то, так прикольно обменялись подарками. Еду домой, а завтра едем все вместе на сноуборды. Я тоже буду на сноуборде. Я сам на сноуборде, но не супер сильно катаюсь. Нужно будет еще Алину учить. Завтра встречаемся в 10 здесь. И билеты мы купили на час дня. Потому что с нами там еще подружки едут. Ну, короче, в этот раз даже не идет речь о том, чтобы докатать до конца. Завтра у нас чисто такой велоксивный день. Ну и плюс это я тогда легко катался до 8, потому что я упал только один раз и то, когда снимал и завтыкал. На сноуборде я чуть-чуть попадаю, поэтому не буду загадывать, что там докатаемся до закрытия. Посмотрим. Мы перед тем, как там на елку ездили чуть-чуть, но дождь съездили, перевернулись. Я вам так, мельком рассказал о конкурентах. Я, если честно, немного шокирован качеством конкурентов. Они уже на рынке, я не помню, 3 или 4 года. Они были первые и они походу одни из единственных, которые на этом рынке. Мы типа хороший конкурент номер 2. Я сделал цены на 15% дешевле, чем они, потому что думаю, ну, они долго на рынке, они делают хорошо, они делают классно, вот это вот все. Я посмотрел, я удивлен, как у них вырезан чип, чтобы вы понимали, какой шаблон, по которому они вырезают. Это был один из моих первых шаблонов буквально. Я вам снова таки не палю, как я все это через программу делаю, потому что, ну, там есть некоторые инновационные технологии, скажем так, чтобы в программе, когда вы выделяете фрагменты, которые нужно вырезать, оно просто идеально вырезало. И оно получается, после того, как я откалибровал машину, настолько четко вырезает, ни миллиметра не видно саму карточку, когда вы вырезаете под чип. Я еще у этих конкурентов, номер 1, чтобы вы понимали, сейчас на рынке, заметил, что у них даже в каком-то из рекламных роликов светится, что чип вырезан чуть-чуть не идеально, и у них палится цвет карты немного за ними. Я думал, ну ладно, ну наклеили случайно, или вообще типа видео от покупателя какое-то. По факту оказалось нет. Товар у нас реально премиум. Я думал, мы по качеству будем номер 2 чуть-чуть не дотягивать до них, а по факту мы реально по качеству номер 1. Осталось, может сайт привести до такого идеала, как у них и ассортимент расширит. Мы их активно догоняем, но все же у них такая фора в 3 года по факту, потому что они единственные, кто это придумали первыми. Доброе утро, дорогие друзья, сегодня мы с товарищами едем на лыжи, точнее на сноуборды. В прошлый раз катался на лыжах, но Алина говорит, мечтаю научиться на сноуборде, поэтому в этот раз беру свой сноуборд. Сомневаюсь, что прям идеально могу научить, потому что сам еще какой-то, всего третий сезон на сноуборде будет. Вот, то я так в перебежку по дню по 2 учился. Это на лыжах, я летал, а на сноуборде я так тык-тык упал. И, как говорил Конфуций, зачем мыть тачку, если можно подождать дождя, который вот был вчера. Я сейчас все складываю в багажник, еду к Алине, там мы перегружаемся на Хайлендер, полноприводную тачку, потому что там, типа, все плюс-минус засыпало. Вот, складываем туда все оборудование и выезжаем. Вот вам, кстати, наглядно, вот это тот же материал, из которых сделан стикер. Прошел просто ливень, вы посмотрите, целую ночь лил в 90-процентный дождь. Вы посмотрите, ни один просто край не отклеился. На маленьких буквах это очень просто. Смотрите, просто идеально. Вот это, я понимаю, классный материал. А мы выезжаем в сторону Алины. Я впервые такое вижу, водитель почтового грузовика гоняется, он тупо летел здесь, я такой, ты что вообще, ты же переворачиваешься легче гелика. Просто холодильник на колесах едет. Встретились с товарищами, едем к Беке за оборудованием и выезжаем на снег. У нас билеты на час, на часах 10.40, то есть тут, не знаю, минут 10 туда, там полчаса, туда-сюда-сюда, и я думаю, мы где-то без 20 час будем там, вот, и успешно, успешно в час уже сможем начать кататься. Ты на ней? Нет. А что? Бека наш дилер сегодня. У тебя еще состояние хорошее? Все, в общем-то, загрузили полный багажник, у нас сколько здесь, 4 борда, еще что-то, NG в тачку поместится. А, так у нее и полный привод. Я себе хотел на БХ, купить шильдик, X-драйвер 4х4, чтобы просто проезжать. Да, короче, вас могут заставить без цепей развернуть, а если вы скажете, что у вас полный привод, и зимняя резина вас пустят. Собственно, мы поэтому на Хэйлендере поехали, но на Алина, мы бы тоже сказали, что она просто сняла шильдик 4матик, мерседесовский, и у нее тоже полный привод, так что это не проблема. Вот, но как видите, все вооружены. Вот заправились, и, собственно говоря, выезжаем прямиком аж туда. Должно нам хватить и туда, и обратно. Короче, смотрите, вообще туда ехать ровно час, но там пробка и 40-минутная вообще. Ну, скорее всего, потому что там как раз чейн-контроль, там вы останавливаетесь, если у вас нет цепей, вам дают, и вы там определенный участок, ледный, проезжайте. Если у вас полный привод, можно не останавливаться, поэтому я надеюсь, мы тут часть дороги проедем чуть быстрее. В общем-то, начинается дождь, значит, там начинается снег, вот, увеличилось время еще на 25 минут, но мне только что предложил навигатор уменьшить время на 21 минуту, поэтому по факту приезжаем столько же в час 10, в час 20, но я надеюсь, там пробочка тадым-садым. Там просят остановиться, проверить цепи, вот, у Анжелы полный привод, у нас полный привод, а у Никитоса, а ни на чем? А, Никитос на Чироке. На каком? Ну вот этот, помнишь, Никита такой, сабиков, который... А, оу, и тот, который... Короче, туман дикий, вообще жесткий, и был знак оленей, так что мы вообще ползем медленно, на всякий случай. Ну что, ну посмотрите, они могут здесь откуда угодно выскочить, в такой-то туман. Я вон дальше 25 метров никуда не вижу. На цепи ставят как раз цепи. А кто-то проверяет там спереди, Ну скажи, что шильдик снял, там, если у тебя задний привод, например, еще. Еще вкусно? Ого, ты что, закрывай. Смотрите, и полицейский, смотри, заныкал, заныкался, сейчас ловить будет. Не, мне кажется, сейчас заныкается, станет где-то и будет ловить. Или проверять цепи. О, мустанг, нормально парень приехал. Чуть более снежно, чем мы предполагали. Я вам скажу, да, совсем чуть-чуть. Проверяют, вон и проверяют цепи. Прикол. Из-за этого есть трафик и бел. Спросили, сказали да, но они пытаются по-быстрому. Типа, олглдрайв, блокировки, все есть. Ну, может, блокировки, кстати, нету. Есть здесь? А, вон, одна. Вот, так что можете ехать. Вопрос, как Prius едет без цепей, как его пропустили, потому что Prius'ы же не бывают полноприводными, правильно? Полный привод только. 4x4 шик. Ну, да, короче, на автозоне, это автомагазин, можно купить вообще любой шильдер, хоть V8 Biturbo. Мы на снегу, собственно говоря, Дима пошел покупать штаны на заправке, стандартная уже схема, мне кажется, уже все знают об этой заправке. Вот, и нам осталось до лыжного курорта ехать 3 минуты, очень красиво, прям намного красивее, чем когда мы были. Но снег может помешать, будет холоднее. Ехал на конус. Собственно говоря, успешно добрались до лыжного курорта, едем кататься, выгрузили сноуборды, ну, только сноуборды, хотел сказать, лыжи. Ждем Беку Энджи, они где-то там сейчас подкатывают. Но я же говорю, сноуборды выгрузили. Аккуратно, аккуратно. Вот, они уже где-то здесь на подъезде, обуваемся и мчим. Итак, первый подъем. Алина готова, Дима готов. Отряд сноубордистов, поднимаемся наверх. Курочка невысокая, смотри, сейчас пойдем сначала на трамплины, ты вот как только встала, сразу по трамплинам попрыгаешь. Вот. Потом уже на тот, тот, который чуть побольше, который треугольники, там вообще не страшно, я тебя отвечаю. Вот, а дальше там посмотрим, как дело пойдет. Встретили мы, Никитоса. А я все тепло. И что ты? Спустился сколько раз? Один. Один? Не спрашивай, за сколько часов? Сколько ты реально спускался? Я спускался, за 60 часа, наверное, пол. Короче, пришли за едой, я два раза спустился. Это лорус, на, да? Скидка. Мы уже поднимаемся, не знаю, в какой, в четвертый, в пятый раз. Вот. Девочки там где-то сзади, они сейчас все вместе катаются. Ну как, Энджи с Лизой уже выбыли, после одного катания Бека хорошо катается, Алина пока держится, раз так четвертый, пятый уже катается. Я их буду ждать наверху, мы только еще пару кружочков с Рувимом, с Димой и со всеми остальными навернули, но получилось неплохо. Ну и в целом, людей меньше, чем в прошлый раз в воскресенье. Фух, я уже устал кататься. Димон пошел туда, еще дальше добивать. Я бы уже на самом-то деле погрелся, на сноуборде мне не супер привычно кататься, так что такие вот дела. Никитос, пока мы на лыжах, скажи мне, где самые лучшие наклейки для карточек? У тебя. Правильное решение. Только ты мне так и Путина не подарил. Давайте попробуем добить до 500 тысяч подписчиков на канале до Нового года. С вами был Данил Пай, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok